Хлеб всему голова. В Древнем Риме народ требовал хлеба и зрелищ. Когда зрелища заканчивались, ждали новых. А вот когда заканчивался хлеб, было плохо. Может, через пару десятков лет хлеб будут доставлять летающие беспилотники? Ну а пока, как и последние сто лет, это делают автомобили. Кстати, какие? В нашей стране поначалу хлеб возили полуторки. Помните, дорогу жизни. Затем газоны. Ну а сейчас времена изменились. Для перевозки нужен современный маневренный городской фургон. Кстати, хлеб тоже изменился. Но он по-прежнему в моде. Сегодня некоторые горожане садятся на безуглеводные диеты, винят хлеб в несчастьях в личной жизни. Ну а те, кто поразборчивее, выбирают крафтовый хлеб. Такой хлеб печет в московской пекарне «Батон» ее основатель Даниил Никитин, который, кстати, с детства был связан с автомобилями и попал в пекаре именно из автопрома. Все началось с любви к авто- и мотоспорту. И в детстве на даче мы много гоняли на Чезетах, Карпатах. Около дома проходили автогонки вокруг МГУ. Всегда приходил, смотрел их. Во дворце пионеров, где я учился, был кружок картинга. Всегда для нас это было какое-то такое очень загадочное место. О машинах я, как нормальный мальчик, грезил лет семи. Потом так сложилось, что я очень много времени тратил на автогонках, помогал некоторым командам в маркетинге, рекламе, в съемках. Параллельно с этим у меня была студия промышленного дизайна уже после института. И я благодаря тем наработкам, которые у нас были в студии, попал к Николаю Владимировичу Фоменко работать в проект «Маруся». И до выпуска второго кузова я с ним работал. Работал со всей командой дизайнеров. Очень нежные чувства к моменту вот этого созидания продукта. И у меня ровно те же самые чувства рождаются каждый раз, когда я вижу, как хлеб выходит из пекарни. То есть мы что-то сделали, мы создали что-то руками. Поэтому, да, последнее мое автомобильное место – это была Маруся. Дальше ребята пошли укрупняться, и я понял, что мне надо заниматься семьей, бизнесом. Сегодня круассаны от батона можно попробовать в десятки московских кафе, а также на всех модных фудкортах. Но все начиналось с небольшой точки прямо на Даниловском рынке. Как я подался в пекаре? Здесь, на рынке, на Даниловском, я всегда ходил с 1986 года. Для меня это было привычное место, где купить продукты. Я долгое время атаковал директора рынка с предложением, что здесь надо открыть хоть какое-то место, где можно выпить кофе, съесть булочку. И в какой-то момент он мне позвонил, сказал, «Слушай, ну вот, на тебе помещение делай». Тогда это казалось странным, потому что на рынке нельзя было посидеть, выпить кофе. И мы вокруг себя строили уютную зону, где можно было остановиться, никуда не торопиться. Разделывали там в соседнем отделе мясо, тут же у тебя билась форель. Но люди уже были готовы к тому, чтобы выпить не три в одном, а нормальный кофе. Начали мы с того, что мы просто поставили оборудование прямо на рынке и начали печь. Как только мы переехали пекарней чуть дальше, чем место сбыта, нам, конечно, понадобился автомобиль. Как водится, все начинается с личных автомобилей. Но очень быстро пекарня доросла до микроавтобусов, как раз таких, как Соболь. Они лучше всего отвечают запросам такого бизнеса. Утром он занят тем, что отвозит хлеб к нам в булочные, в булочные наших партнеров, в рестораны. После этого занимается обеспечением пекарни, покупает муку. Сейчас, с отсутствием европейских марок и с разворотом лизинговых компаний в сторону отечественного автопрома, скорее всего, мы придем к тому, что в тот момент, когда нам надо будет наращивать и обновлять автопарк, мы перейдем уже на отечественные автомобили, которые, на мой взгляд, именно в малом коммерческом плане прошли огромный эволюционный путь от той серой маршрутки до вполне удобного для водителя автомобиля. Соболинен поступил в пользование пекарни «Батон» с тем, чтобы сам Даниил и его водители отработали на машине полные смены и вынесли свой вердикт. Ведь у их бизнеса своя специфика перевозок и свои требования к автомобилю. Раньше вот этот вот газончик, и на нем написано «Хлеб-график». Так вот, даже эта надпись до сих пор помогает. У нас, правда, в нашем дизайне висит на машине надпись «Хлеб-график». Возрастные работники ГАИ очень тепло к этому относятся, они сразу вспоминают начало своей карьеры. Ну, как бы, здесь едет хлеб. И для нас очень важна погрузочная высота, которая, с одной стороны, должна быть комфортна для нашего водителя, который выгружает хлеб, потому что это на руках носится. И с другой стороны, должен быть проем, достаточный для того, чтобы можно было погрузчикам поставить пару палет с лукой. То есть это распашные двери, это сдвижная дверь. Испеченный хлеб, он достаточно объемный и легкий. Поэтому сначала мы упираемся в объем. И для нас нормальная загрузка – это 5 кубов. А вечером, когда надо ехать за мукой, мы упираемся в грузоподъемность, ну и, соответственно, в законодательство, применимое на территории Москвы. Важнее все-таки то, как содержится автомобиль. Потому что ты можешь приехать на грязном гелике, и это будет отвратительно. Или можешь приехать на отполированной, восстановленной копеечке, которая будет все умиляться. Поэтому тут уже перестали быть понты о марке автомобиля. Тут больше понтов, насколько хорошо ты его содержишь. Соболи Нэн мог не появиться. Есть же «Газели Нэн». Но его выпустили под запросы клиентов. Версия полной массой 2,5 тонны адресована именно городским предпринимателям. Автомобиль не попадает ни под какие ограничения. При этом пространство грузового отсека – 7,8 кубических метра. Высота кузова – 1630 мм. Длина кузова – 2600 мм. А между арок задних колес – 1350 мм. Все это благодаря новому мосту, так называемому «малому спайсеру» с односкатной ошиновкой. Сюда точно помещаются три европалеты. А еще Соболи Нэн – это 180 мм дорожного просвета. Впервые комфортная независимая передняя подвеска, новая шестиступенчатая коробка передач и проверенный временем турбодизель Cummins ASF 2,8 мощностью 139 л.с. Здесь богатая базовая комплектация, светодиодная оптика, мультимедийная система с большим экраном, множеством функций и фирменной системой управления автопарком «Газконнект», автономный обогреватель, подогрев водительского сидения, зеркал, новая приборная панель с бортовым компьютером, круиз-контроль, кнопки управления разными функциями на руле. И все это в базе. Сама по себе новая кабина не только просторна, но и продумана. Тут огромное количество мест для хранения, разъемы USB, специальное крепление для телефона или планшета, место для радиостанций, подстаканники, удобные ниши для бутылок. В довершение – удобное подрессоренное водительское сидение с регулировками в 18 направлениях. Посмотрим, насколько это впечатлит пекаре. Интерес Даниила к машине неподдельный, ведь парк его французских фургонов стареет, и их надо на что-то менять. Ну а пока давайте поговорим о хлебе. На самом деле мы – последний оплот ручного труда. Мы же не роботизируем наше производство, мы, наоборот, уходим в ремесленное хлебопечение. И я считаю, что и водитель, у нас очень приятные ребята работают, которые знают всех клиентов, знают все телефоны, знают весь маршрут, и они всегда человеческим лицом подходят к своей работе. Это очень важно, потому что просто приехать и выбросить 6 ящиков хлеба, но... АПЛОДИСМЕНТЫ КАПЛОДИСМЕНТЫ Хлеб должен перестать быть кормом Хлеб должен быть отдельным блюдом И очень вкусным А для этого надо на него потратить кучу времени Как минимум на ферментацию На брожение хлеба Надо потратить Ну, часов 12, хорошо бы Тогда он нагуляет вкус Хлеб должен быть вкусным Хлеб всему голова Это базовый продукт, который У всех на столе И судя по тому, как работает Наша булочная, все меньше и меньше Людей увлекаются мифами О вреде глютена Я в прошлом году был в гостях у Горацио Пагани У него родители владеют булочной И, причем, много лет владеют булочной И у него на производстве Все вот как булочной Вот человек реально печет автомобили Ну, правда, крупнейший поставщик карбоновых деталей И, в общем-то, знает толку в выпекании Да Это примерно то же самое Получается, что в автопроме, как и в хлебном деле Все нужно делать точно, взвешенно и с душой Без полного погружения и участия всех задействованных сотрудников Конечный потребитель не получит хороший продукт Классный автомобиль Для российского рынка и для российского производителя Это большой шаг вперед Потому что столько вещей, которые упрощают жизнь водителя Запихнуть в ту самую газель Про которую складывались легенды Которую ненавидели, любили Которым кормилица И в то же время такая очень капризная И тут она стала просто красавицей Новая эргономика торпеда и новая коробка передач С небольшими ходами, конечно же, облегчают жизнь водителя С одной стороны, мы все привыкли вот к этой длинноходной из пола торчащей кочерге Сейчас у нас небольшой аккуратный селектор передач Шикарная оптика, которая светит на уровне хороших легковых автомобилей Трудно говорить о недостатках этого автомобиля Есть особенности эксплуатации Для нас он чуть больше, чуть выше Относительно того, к чему мы привыкли Надо привыкнуть к коробке передач Для меня показалось, что в городе второй уже много А третий еще мало Ну а ребята, водители, которые привыкли ездить на грузовичке И у одного даже есть в хозяйстве своя личная газель Они трогались с третьей передачи И их вообще все устраивало Поэтому это такая вкусовщина Я пересел в этот автомобиль из известного коммерческого транспорта из Германии И я был поражен комплектацией, что есть и мультимедиа прекрасная, и блютуз, и телефон подключается, и навигация работает, и подогрев лобового стекла Электрический ручник Куча всего, что тебя комфортизирует в салоне Ну правда, по кайфу в ней сидит Цены на автомобили сегодня очень высоки Поэтому огромное значение имеют условия На которых их предлагают лизинговые компании И гарантии, которые дает производитель На Соболинен дают 4 года или 200 тысяч километров пробега Для коммерческого транспорта сотка в год это нормально Это даже, я бы сказал, маловато Поэтому кто-то будет ее использовать И ему будет важна гарантия в 4 года Для наших московских пробегов это идеальный вариант Я надеюсь, что 200 тысяч и 4 года пройдут одновременно Потому что мы уложимся именно в 4 года А окупится Соболь-НН еще быстрее На этом наша история про московскую пекарню «Батон» заканчивается Новые автомобили Соболь-НН отправляются к первым владельцам И вот эта история только начинается Новые автомобили Соболь-Н отправляются к первым владельцам 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 Новые автомобили Соболь-Н отправляются к первым владельцам